Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в интереснейший выпуск. Для кого-то это будет прям выпуск долгожданный. Ребята, во-первых, мы в Крыму. Во-вторых, мы сейчас вместе с вами отправимся на Мистер Ханкут. Но не на катере, не на машине, а, как вы поняли, по моему прикиду, на байке. Я арендовал эту штуковину всего лишь за 1100. На целый день, то есть на 12 часов. И хочу отправиться с вами на Мистер Ханкут. Будет удивительная у нас с вами мотопрогулка до самой Чаши Любви. Полазим, возможно, там на скалах. Возможно, мы с вами там искупаемся. И выпуск должен получиться очень клево. Поэтому поддерживайте данный видеоролик и погнали. Так, посмотрите, друзья. Вон там вот Оленевка или Оленевка. Где мы, собственно, остановились в кемпинге. Там живем с палаточкой. Гляньте все выпуски. Сейчас я нахожусь на въезде на Мистер Ханкут. То есть это самая крайняя точка, откуда начинается. Как ориентир этой, ребятки, маяк. И вот отсюда он начинается. Можно попасть туда по скоростной дороге, но вы как бы сразу упретесь в дельфинарии. То есть отрежете половину Тарханкута. Это не наша с вами тема. Мы с вами едем полностью от самого начала и будем ехать до конца. Я надеюсь, все получится. Буду ехать очень аккуратно, потому что там торчат очень сильные камни. Мотик будет заносить. Постараюсь аккуратненько и максимально все вам показать. Ребятки, поехали. Итак, что мы начинаем с вами движение. Здесь, смотрите, на въезде на мыс сразу стоят ребята. Они предлагают морские прогулки вдоль мыса. Вообще прогулку можно снять, катерочек, да, вообще в любом месте. По всей Оленевке стоят ребята, поэтому не стесняйтесь. Проходите, это прям ништяк. Это самая классная тема, которая может здесь быть. Вообще, в принципе, даже все местные, которые приезжают, они так и говорят, это лучшее, что с ними было. Дорога здесь не очень, но на машине проехать можно. Однозначно, без проблем. Кто-то спрашивает о на седанах, типа там на низких машинах. Ребята, все возможно, все можно без проблем. Главное, самое главное, очень-очень аккуратненько едьте, чтобы не пробить колесо. Ну, а в этом году я решил не на машине, на байке. Мои, конечно, не согласились поехать, потому что, кто знает, да, давно подписан Настенька на последние месяцы беременности. И трясти ее по этим почкам, конечно же, не совсем хочется. Не дай бог родить на Тарханкуте. Здесь есть также парковка, здесь можно покупаться, попрыгать с искал, но, конечно, не рекомендую это делать, это опасно. Те, кто прыгают, как говорится, все это сделано профессионалами. Вот она слева парковочка, можно здесь оставить машину и также пешочком прям прогуляться. Смотрите, как это выглядит. Раньше вот такая вот щебенка лежала вообще по всей оленежке. Вот так вот люди приезжают, здесь даже можно арендовать каяку. Так. Мы пропутешествовали Крым несколько раз и написали свой авторский гайд, который стоит всего лишь 490 рублей. Приобрести его вы можете очень просто, написав либо мне в инстаграм, в директ, либо Настеньке. Изучьте его, открою для себя Крым с другой стороны. Пропутешествуйте Крым с удовольствием. Локации, достопримечательности, советы, рекомендации. Все это есть в нашем авторском гайде. Продолжаю выпуск. Ребятки, я немножко хотел, решил запарковаться. Я хочу вам показать, как красиво все тут выглядит. Вы только посмотрите. Вот так вот отходят катера. Мы с вами пройдемся, спустимся чуть-чуть пониже. Чистейшая логичка. Вот оно, начало мыса Тарханкут. Скалы. Ах, как же тут здорово. Вот он, маячок. Вот он, затонувший корабль. Соответственно, к нему тоже ходят прогулки. Вот такая вот очередь. А если вы один, либо, например, просто вдвоем, вы можете вообще взять каяку и поплавать сами. Главное рассчитать время. Красотища. Ну все, давайте отправляться с вами дальше. В бездорожье Тарханкута. О, кстати, смотрите, здесь поставили вот такие баньки. Можно приехать, даже попариться. Здорово. Это прям новшество. И переодевалки. Так, ну что, ребята, все. Мы с вами сейчас официально заезжаем в Тарханкутский заповедник. Опа, видите, какая здесь дорога? Оп, 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 оп. Вот так вот. Виды здесь вообще огненные. Просто здесь, конечно, если позволяет здоровье, здесь, конечно, можно даже пройтись пешочками и насладиться. Но по сильной жаре, конечно, я вообще не рекомендую этого делать. А мы с вами вот так вот будем подъезжать. И любоваться. Я очень надеюсь, что через камеру я вам эту красоту передам. Так, а там мы с вами не проедем. Так, и что нам делать? Так, как-то, значит, в объезд. Так, ну что, теперь, я думаю, мы точно на верном пути. Видите, как здесь торчат, получается, такие вот скалы, что, конечно же, дискомфортно. Меня как бы там сразу предупредил этот человек, который сдает, говорит, очень аккуратно, потому что колесо легко соскальзывает, и как бы ты падаешь. И тогда придется восстанавливать поломанную деталь. Так, здесь я вижу... О, ничего себе, смотрите, даже фуры заезжают. Стоят палатки. Вот это, ребята, это вообще дикие места. Здесь ни воды. Чуть дальше даже связи, по-моему, не будет. Заодно проверим у нас МТС. Посмотрим, как там будет работать связь. Главное, не забыть это проверить. Оп, оп, видите, видите, какая дорога. Да, нас ждет, нас ждут с вами интереснейшие места по пути. Так что не переключайтесь. Опа, смотрите, что творится. Оп, оп. Да, вот так вот, ребятки, встают. Сейчас посмотрим, какой вид открывается, вдруг кто-то из вас захочет приехать с палаткой. И также остановиться. Ну-ка, какой вид. Блин, да шикарный, вообще шикарнейший, ребята, вид. А, нереально. Ну, гляньте, какая красота. Ладно, продолжаем с вами ехать. Нам ехать достаточно прилично, поэтому не будем отвлекаться, потому что я хочу попасть именно в клевые местечки. Едем с вами, ребята, по самому краю мыса. Великолепие, просто шикарно. Ух ты. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, кого мы сейчас с вами снимем. Посмотрите, как красиво. Как красиво сидит чайка. Вот это кайф. Опа. И пошла вниз. Ребятки, едем просто по самому краю мыса. Вот они прогулочки поехали. Вон там еще чайка сидит. А главное, посмотрите, какой цвет моря пятнами. Очень круто. Слушайте, на самом деле, Тарханкут и байк, это вообще другая история. Вот я сколько раз говорил на машине одно, на самолетике другое, на катере другое, пешком тоже ништяк. Но байки еще интереснее. Так, ребятки, смотрите чуть-чуть дальше. Есть вот такой вот участок дороги, кто поедет на машине. Но вот Discovery прошел спокойно. То есть вот когда мы ездили в том году, здесь вот так вот перерыто, конечно, не было. Может специально перерыли, не знаю. Давайте еще немножко я вам покажу дорогу. Видите, как перерыто. Но такого не было. Я говорю, такое ощущение, что сделали это специально. Едем, ребята, с вами просто по самому краю. Ни в коем случае не повторяйте за мной это приключение. Так как я здесь езжу уже не первый раз, эти места знаю. Вот такая вот, ребятки, здесь дорога. Я даже здесь не поеду по краю. Ну нафиг. Поеду по вот этим камням. Ёпсель-мопсель. Вот это трясет. Да, я здесь по краю, конечно, это. Не решился. Что-то прям слишком будет по краю. Опасно, опасно рисковать. Наверное, несправедливо, что я оставил вас здесь. Я хочу вам все-таки показать, какая тут красота, ребята. Это здесь пещерка. Туда заезжают катера. Посмотрите, какая высотища. Ни в коем случае не повторять. Не нужно здесь никогда ходить по краю, потому что в любой момент может все болиться. А еще я вижу, вон там вот лежит мертвый дельфин. Видимо, он запутался. Давайте посмотрим, как катер сейчас будет туда заезжать. Ветер еще сильный. Надо, короче, садиться, но не стоя. Гляньте, какая красота. Так, отсюда, мне кажется, вам ничего не видно. Я просто присяду, потому что ветер дует сильный. Боюсь, что он меня сдует. Вот, видите, зашли и все, и выплывают. А впереди нас с вами, ребята, ждет мыслитель. Там, да, сейчас и лишайшей любви. Здесь еще пещерки. Там будет самый большой сквозной грот. И вот так вот, ребята, видите, плавают на сапбордах. Класс. Я снова остановился, чтобы показать вам, ребятки, вот эту красоту. Цвет моря. Да, мы еще его увидим. Вот такой вот. Там его будет еще больше. Но тем не менее, гляньте, какие красивые скалы. Мы с вами почти доехали до статуи мыслителя, которую относительно недавно установили. Но единственное, что мы, конечно, сейчас туда с вами сходим, посмотрим. Видите, катера отходят туда, заплывают. Там можно спуститься, попробуем. Но летать на дроне я не буду, так как тут какие-то военные штуковины установлены. В том году не было, я летал. Поэтому как это смотрится с высоты, я сейчас вам прикреплю подвозочку. Посмотрите, пока я туда еду. Так, если вы захотите сюда приехать на машине, то знайте, здесь, в принципе, большая парковка. Я тоже вот так припарковал. Здесь действительно такой памятник. Церквушки оставляют люди монетки. Не совсем понимают для чего. Как вам кадры, ребята, с высоты? Пишите в комментариях. Я в этом году правда боюсь летать. Не дай бог, какая-нибудь заглушка будет. И я просто потеряю дрон. Вот такие тут, ребятки, виды. Шикарные. Просто невероятные. Мыстор Ханкут. Село Оленевка. Это, конечно же, вообще наша отдельная любовь. Вот он мыслитель. Сюда, конечно, многие просто залазят. Просто сидят, просто о чем-то думают. Ну, типа, так знаете, разгружаются. Вот. Ну и, конечно, делают клевые фотографии. Ну, вот тут, конечно, вид открывается. Друзья, просто какой-то невероятный. Вот так вот до самого края мы с вами доходим. Здесь есть какие-то надписи. Очень страшно. Прям очень страшно. А еще, видите, он там погружается с Ангвалангом. Вот тут вот дайвинг будет нереально крутой. Здесь какие-то пещеры есть, сквозные гроты. Нам когда экскурсию проводили, мы как бы все это слушали. Вот так вот, видите, люди сюда вот так заходят. Здесь, конечно же, можно искупаться. Кто-то в катерах разрешает, кто-то не разрешает. Но, конечно, самое главное, посмотрите, какой цвет воды. Долго стоять прям тут не могу. Потому что начинает кружиться голова от высоты. Да, в этом году нереально. Зеленый мыс, трава. Это очень круто. Хотя мы в том году были в этих же числах. И сами вы видели сейчас с квадрокоптера состояние мыса. Он весь был пересушенный. А в этом красотища. Так вот что, ребята. Мы здесь с вами сейчас попробуем спуститься туда вниз. Я, конечно, не уверен, что у нас это получится. Делаю это в первый раз. За мной, конечно, повторять это не нужно. Я даже больше скажу, я не знаю, где здесь тропинка. И получится ли вообще спуститься. А, ну вот она, видите? Тропинка получается так вот скалами вырублена. Так, интересно. Ой, какие синие медузы там плавают. Так, ребятки, в общем, туда дальше вниз я спускаться не решился. Все-таки это действительно очень-очень опасно. И здесь вот есть вот такая табличка. Поставьте на паузу. Прочитайте. И 10 раз подумайте, стоит ли идти. Вон там, смотрите, образовалась. Вот в этой лазури шикарнейшей. Столько, много катеров. Они куда-то там в пещеру заезжают глубоко. Мы тоже туда заплывали. И, соответственно, там тоже они купаются. Это самое такое прям топовое место для купания. Ну, вы сами видите, этот цвет моря, он просто нереальный. Значит, смотрите, мыс Страханкут уходит туда дальше. Здесь есть такой скальный островок, на котором тоже, ребята, зеленая трава. Обалдеть. Вон там сидит то ли парень, то ли мужичок какой-то на этом камне. А здесь вот ребята вообще отдыхают дикарями. Вот это дикарями. Посмотрите, я вообще не понимаю, как они туда спустились, конечно. Видимо, наверное, где-то вот тут вот по скалам. Но притащили с собой палатки, считайте, тенты. И вот так вот живут. Просто кайф. Посмотрите, где они купаются, в каком чистейшем море. О, чайчик, чайчик. Смотрите, как красиво. Смотрите, нападает. Смотрите, смотрите. Опа. Смотрите, смотрите. Опа, ничего себе. Ни хрена себе. Вот это да. Так, что ей не нравится? У нее, наверное, здесь где-то гнездо. Во, прикол. Ладно, не будем чайкам мешать. Едем с вами дальше. Смотрите, ребята, мы вот так вот поверх уехали. Не было заметно с той стороны вот этой скалы. Она тоже зеленью покрылась. Бескрайнее море. И вот мы с вами подъехали к одной из основных локаций на мысе Тарханпут. Это Атлеш. Малый, по-моему, это Малый Атлеш. Дальше Большой. Или наоборот, точно вот я не помню. Здесь есть дельфинарий. По-моему, кемпинг тут есть. Вот там вот, ребята, это ловят рыбу. В общем, погнали туда на Пархопку. Посмотрите, сколько там много машин. Смотрите, мы поближе подъехали. Вы только гляньте, какая тут вода, ребята. Вот он, Крым. Это совершенно другое море. Ни с нашим побережьем нигде ни с чем вообще не сравнится. Хотя, казалось бы, тоже Черное море. Но вот тут на западе это море просто какое-то нереальное. Какой кайф. Ребята, на Тарханкуте абсолютно с каждого уголка открывается свой вид. Поэтому, конечно, останавливаться нужно по-разному и везде. Вот, например, вот тут, посмотрите. Посмотрите, какая красотища. Вот люди, конечно же, берут, фотографируются. Почти добрались с вами. Вон там находится чаша любви. Осталось совсем чуть-чуть. Ну и вот, собственно, смотрите, что я вам говорил. Вот, как бы, церквушка, да. Здесь есть кафе. Дайв-центр. Здесь шикарнейший дайв-центр. Я не знаю, именно с Оленевки, куда возят дайверистов. Но вот тут он точно классный. Здесь вообще его прям все рекомендуют. И, конечно же, я его тоже порекомендую, потому что нырять на самом мысе, это вообще, конечно, напугает, что... Сюда вот можно пройти за экскурсию. То есть не саму экскурсию, а дельфинарий. Вот. И вот она табличка прямо. Дайвинг. Центр и кемпинг. То есть здесь можно остановиться, ребятки, с палаткой. Так, у меня тут сложный участок. Ну все, ребятки, давайте с вами отправляемся дальше на Чашу Любви. А справа можете посмотреть, видите, лужа. Лужа. На Тарханкуте вообще такого не было. Я причем даже уже поговорил здесь с местными. Они говорят, дожди льют. Но такого реально не было очень давно. Проехали мы с вами чуть дальше. Смотрите, вот эта вот скала, которая торчит, и это называется Крокодил. Но я думаю, вы, в принципе, видите, да, что это нос, это вот глаз такой сквозной. И там, кстати, вон еще даже стоят люди, тоже дикарями, с палаткой. Ну а вот она уже, Чаша Любви осталась прям чуточку. Тоже сюда вот, получается, кораблики заходят. Вот если попросить, то может, конечно, тут покупаться. Так, я вот тут, значит, запарковался. Это, смотрите, участок, который находится возле как раз вот этого вот сквозного грота. Здесь люди вот так вот загорают, купаются. Видите, это вообще место для водного плавания, то есть, да, для дайвинга. Вот так вот можно спуститься и здесь вот так вот покупаться. Чистейшие, друзья, водички. Так что, кто поедет, берите на заметку. С этой стороны полчаса так один пятачок, с этой стороны второй пятачок, вот возле вот этого сквозного грота. Так, ребятки, я думаю, что сейчас, значит, спустимся с вами. Вот тут такой есть канат, то есть, за него можно держаться и спуститься, и искупаться. Поэтому это с вами сейчас и сделаем. Единственное, я здесь иду первый раз, поэтому, как говорится, чего ожидать, я не знаю. Опа! Слушайте, ну вот, спокойненько, достаточно. Я спустился. Здесь, получается, видите, все вот так вот скалы так сделаны, как будто бы ступеньки. Опа! Вот так вот аккуратненько. Хоп-хоп! И мы с вами, получается, оказываемся прямо на диком месте. А вот здесь, кстати, уже все. Канат оторванный. И как забираться в случае, если что, не знаю. В общем, ребятки, я спустился. Гляньте. Какая чистая водичка и какие водоросли там. Вот так вот мы с вами находимся. Я вот отсюда, кстати, спустился. Фу! Думаю, что нужно аккуратненько зайти. И освежиться. Правда, что-то такая волна пошла. А люди вот прямо вот так вот туда на сапах заплывают. Видите? Вообще, ребятки, на самом деле, не зря спустились. Здесь подводный мир просто нереальный. Была бы маска, можно было бы действительно с ластами бандернуть, поплавать. Но круто. А еще я первый раз в жизни увидел вживую, как растут мидии. Смотрите. Вот. Вот они. Маленькие, конечно. Но их тут очень-очень много. Видите? Посмотрите, какая тут огненная тусовка. Катера подплывают, люди ныряют с катеров. Вот тут еще люди тоже, видите, купаются. Здорово. И вот он начинается уже сквозной грот. Вот как раз туда сейчас будет заходить вот этот катер. Да, вот это на каяках плавает. В общем, на чем угодно сюда можно набираться, ребята. Мистер Ханкут, он прекрасен с любой точки вообще. Но лучше всего, конечно, с катера. Так, ребят, смотрите, перед чашей любви есть, значит, вот такая вот большущая автостоянка, где вы можете просто припарковать свой автомобиль и пойти купаться непосредственно уже в саму чашу. Она вот тут вот находится. А дальше там приезжают люди, которые останавливаются с палатками. Там разрешенный дикий кемпинг. Тоже с вами туда проедем, посмотрим. Ну что, вот так вот я, значит, припарковался. Тут можно оставить вещи, да, и пройти уже непосредственно на чашу любви. Вот это чаша любви. Сейчас пойдем с вами обязательно прыгнем. А вот тут мы ныряли в прошлом году, где у меня украли часы. Если хотите, ссылочку я оставлю в описании. Посмотрите, как это было, нашу прогулку на катере того года. Вот. Людей, конечно, много. Прыгать буду без Настеньки. Один, но за Настенького. Вот так вот, видите, можно просто опускаться по скалам и отправляться нырять. В общем, пойдемте. Да, вот тут вот, смотрите, вот можно дайвинг пробовать. Здесь вообще, говорю, еще раз повторяюсь, здесь очень круто погружаться. Я не погружался, но точно знаю, что очень круто. Природа вот этих камней, скал, она располагает к погружению. Вот они катера подходят. Можно также взять сабор, это здесь покататься. Ну, а вот она переполненная чаша любви. Несколько уровней, как можно прыгать. Вон, можно прям сильно сверху, пониже. Короче, кому как удобно. Будем брать самую высокую вон ту точку. Сейчас только надо спуститься. Да, друзья, забираться. Это, конечно, еще та история. Опасно очень делать это босиком и шлепку, потому что шлепки могут выскользнуть. Либо, если у вас есть сандали, то в сандали. А босиком, кстати, вообще идти больно, потому что идти как кораллы, так нет. Жесть. Так, ну что? Как карандаш. Вот так, ручки вместе, чтобы это не... Все, сейчас будем прыгать. Так, ну что? Одна боишься? Все. Прыжок. Ну, а почему со мной не боишься? Огонь. Одного раза мало, надо два. Так, мы прыгали с вами с этой стороны. Теперь будем прыгать с этой. Так. Все, погнали. Улет. Кастрюля. Кастрюля любви. И вот как раз момент, который мы хотели с вами проверить, ловит ли в этих диких местах. Вот, например, если жить в кемпинге, телефон ловит у нас МТС. Вот звонит мне Настенька как раз. Алло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, вот она у вас парковка чаши любви. Вот начинается еще парковка. Ну, тоже их здесь можно запарковаться и пройти. А вот он начинается, большущий автокемпинг. Так вот, ребята, здесь палатку ставить можно без проблем, бесплатно. Но нужно помнить, что здесь дикие места. Здесь нужно воду с собой привозить. Вы можете заметить, что людей здесь много. И спуск в море, соответственно, здесь тоже нормальный. Не скалы, да, то есть не вот эти отвесные скалы. Также, ребята, тут есть туалеты. Но мы в том году заходили. Они, конечно, в ужаснейшем состоянии. Но в целом, если вы приобретете туалет, как у нас, туалет-палатку, то ходите туда, а сюда все это дело выносите. Вот такой вот кемпинг. Вот такой вот выпуск у нас с вами получился. По-моему, было очень-очень шикарно. Мы с вами покупались, поныряли, попрыгали со скал, посмотрели интересные места, покатались на байке и покатались достаточно экстремально по мысу Тарханкут. Ух, показал я вам то, что хотел показать. Я надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите выпуск лайком, комментариями, репостом. Ну, конечно, если не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока.